Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Мне 28 лет и до недавнего времени у меня был только один собеседник в лице моей подруги. Она переехала на работу в другой город, но иногда приезжает сюда. Устроилась фирму и работа непростая. Можно сказать, что подруга она была лишь по телефону, даже когда мы жили в одном городе. В 20 минутах как бы друг от друга не ходили в гости. По телефону она была отличным слушателем и советчиком. Знает меня лучше, чем я себя. Но меня начало обижать, что она редко мне отвечает. Даже на привет как дела, налаживается ли у тебя на работе она не ответила. Хотя до этого списывались. Пишу я ей не жалко где-то 2 раза в неделю. Созваниваемся так же. После того, как она мне не ответила на этот вопрос, я написала ей, что наша просьба окончена. Я всё поняла по её игнору, поблагодарила за приятное общение. Не знаю, ответила ли она мне потом, потому что я её заблокировал. Что мне делать теперь, может лучше попробовать с ней помириться, ведь я теперь стал совсем никому не нужным. Ну, здесь в первую очередь хочется отметить, наверное, факт того, что какие-то вещи в моём ответе вам могут не понравиться. Я бы хотел, наверное, как-то сразу обозначить и сказать, что сам вопрос ваш поставлен, на мой взгляд, некорректно. Потому что вопрос по типу, что делать. Я бы сказал, что психологу задавать не лучшая идея, потому что мы не говорим, что делать. Мы всё-таки позиционируем вас как человека взрослого, человека знающего, что он хочет, а если не знающего, то как минимум человека, который хочет этому научиться. То есть он должен научиться понимать, научиться знать, чего он хочет. Вот. Поэтому говорить о том, вот конкретно говорить о том, что вам делать, на мой взгляд, не совсем этично. С точки зрения психологии я бы так сказал, что в какой-то степени оскорбительно по отношению к вам. Вот. Поэтому, с вашего позволения, да, делать я этого не буду. Я думаю, что в процессе психотерапии, которая вам нужна, вот, судя по тому, что вы описываете, вы сами вполне себе спокойненько сможете разобраться с тем, что вам делать. И не только с подругой, но и вообще, по жизни. На что я хочу обратить внимание. На то, что, судя по тому, как резко вы бросили общаться с подругой, да, вот, судя по тому, как резко, как быстро вы перестали общаться, вот, со своей подругой, да, то есть, я имею ввиду, после того, как спросили у нее, вот, как у нее дела, и судя по тому, как вы, вот, отреагировали на эту ситуацию, я думаю, что вам не очень было интересно, как у нее дела. Вот. Ну, я так, по крайней мере, думаю, что вам было не очень интересно, как у нее дела. Вот. Вот. О чем подруга наверняка подозревала. И, собственно, потому вам и не отвечала. Вот. Потому что она подозревала. Она подозревала, что вам не очень интересно, как у нее дела. Если человек интересуется тем, как дела у кого-то другого, вот, то он не прерывает дружбу и общение сразу после того, как человек не отвечает. Потому что допускает, что у человека могут быть другие дела или человек не хочет отвечать. Вот. Ну, судя по тому, что описываете вы, да, вы как-то вот, ну, не допускали. Не допускали, что... Что подруга не хочет отвечать. Ну, вот, вы как-то этого не допускали. И тот факт, что вы этого не допускали, конечно, свидетельствует о том, что вам, ну, вот, в общем, в целом, не особо было интересно, как у нее эти самые дела. Вот. Собственно, поэтому вам подруга и не отвечала. Зачем отвечать? Я зачем отвечать, если, ну, вот, собеседнику не слишком это интересно, да? Вот. Вот. Дальше. Почему же вы, почему же вы так отреагировали на ЭП? Да? Почему же вы так отреагировали? Ну, на ЭП есть несколько причин. Первая причина это то, что у вас одна подруга, как вы, как вы сами сказали, что вот она у меня одна, была единственная, единственная из собеседников. И когда у нас кто-то один, мы начинаем этим неадекватно дорожить. А если даже и не дорожить, если даже не дорожить, то мы начинаем, знаете как, мы начинаем выделять. ЭП. Вот. И выделение неизбежно такое вот акцентированное внимание на этом. Неизбежно потому, ну, потому, потому что, эм, потому что внимание сосредо... сосредообячивается только на одном, а именно на человеке, о котором... в данном случае идёт речь. Вот. То есть у нас, по сути, и выбора-то нет. Поэтому я бы здесь начал с того, чтобы задал себе вопрос. А почему, собственно, у меня только одна подруга? Почему у меня только один человек? Ну, вообще-то. Почему у меня человек только один? Почему у меня нет никого ещё? Почему у меня нет никого в окружении больше? И тут вы говорите, что я вообще никому не нужна. То есть для вас как-будто нормально общаться с кем-то только для того, чтобы быть хоть кому-то нужной. Иными словами, себя вы не чувствуете, себе нужно, себе вы неинтересны. Косвенно вы об этом говорите, когда пишете, что она знала меня лучше, чем я сама. Ну вот, не знаю как вас, а меня это немножко пугает. То есть понятно, что есть такое расхожее выражение, что со стороны виднеет. Но когда кто-то знает тебя лучше, чем ты сам, невольно возникает вопрос. А насколько я, например, себе интересен и интересен ли я себе сам? Вообще так говоря. Вот у меня, если честно, этот вопрос основной к вам. То есть отдаете ли вы себе сами отсчёт в том, что, вероятно, переживаете в некотором смысле личностный кризис, который может быть у вас уже достаточно давно, вы его, возможно, не замечали, привыкли к нему, вот, и сейчас он себя проявил таким образом. То есть, понимаете, к сожалению, ваши отношения с этим человеком, они далеки от искренних, именно потому, что вам он нужен. Вы и помириться с ним хотите, по сути, проглотить неприемлемое к вам отношение, только потому, что, ну вот, никому вы больше не нужны. То есть, по-хорошему, здесь нужно не решать, что делать дальше с подругой, а решать свои внутренние проблемы, противоречия, конфликты, обесценивание, смотреть проблему, проблему интересов ваших. То есть, смотреть на то, какие у меня интересы, что меня вообще интересует, и кто меня окружает, потому что окружать вас будут те люди, которые, как бы, появляются в вашем, как бы, личном пространстве за счет ваших интересов. Никак иначе, никак по-другому. От того, какие у вас интересы, зависит то, кто будет рядом с вами. Понимаете? Здесь все довольно просто. Решать проблему коммуникации. То есть, что, ну, налаживание взаимодействия с людьми. Вот. Развитие ваших собственных интересов полезно в обе стороны. Для вас это полезно, потому что вам не будет скучно самой с собой. Сейчас. Ну, как вот. Как... Вот как сейчас, например, да? Вам вот... Получается... Вам получается сейчас самой с собой скучно. 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 Вам получается сейчас самой с собой, мягко говоря, трудно. Вот. Ну, получается так, повторюсь. Вот. То есть, эту... Эту... Эту проблему... Э... Эту проблему... Эту проблему... Нужно... Нужно решать... Э... Решать проблему, собственно говоря, для самооценки своей, как я уже сказал. Как я уже сказал. Вы знаете. И... Из-за этого очень легко... Очень легко. Из-за этого... Обесценить вас. Именно за счет... Того, что вы себя сами... Обесценили. Вы... Э... Сами сделали за... Э... Э... Свою подругу... Э... То... Э... За что... Потом, впоследствии... Э... Получается, как бы, на нее обиделись. То есть, вы сделали... Э... Все сами. Понимаете? Какая штука. Вот. Э... Э... И... Вот на эти все вещи вам необходимо обратить внимание. Э... 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 Начинать... Э... Общаться... Э... 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 все же потом, когда будет решен вот этот аспект с вашим восприятием себя, до тех пор, это абсолютно не имеет никакого смысла, вообще, потому что все придет к тому же самому. Ну, понимаете, если рыбак и рыба, которую он ловит, будут встречаться в разных местах, сами будут оставаться друг по отношению к другу рыбой и рыбаком. Чтобы кому-то из них измениться, нужна работа. На этом все, я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам она пригодит. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...